С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 11 марта, день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Интересно, что этот корпус стал уникальным подарком от трудящихся фронту. Все необходимое, от пуговиц для формы до танков Т-34 рабочие сделали сверх плана, либо приобрели на собственные сбережения. Таким образом, государство не затратило на формирование дивизии ни одной копейки. Сегодня день работника органов наркоконтроля России. За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но его деятельность по-прежнему направлена на реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. К сожалению, работы у ведомства очень много. 11 марта 1992 год. В России принят закон о частной детективной и охранной деятельности. Сотрудники некоторых охранных агентств и частной детективы решили собраться и учредить собственный праздник в этот день. День сотрудников частных охранных агентств. Ну а теперь о родившихся. Год 1926. В этот мир приходит Георгий Юматов. Киноактер, фильмы «Порожний рейс». Они были первыми. «Стрепуха», «Петровка-38», «Тассу полномочен заявить» и, конечно же, офицеры. В период военных действий Юматов участвовал во многих боях и кровопролитных сражениях. Кейт Руперт Мердок родился в 1931 году. Издательский магнат и миллиардер. Человек-легенда. Мердок до сих пор во многом определяет мировую информационную политику, хотя вроде бы отошел отдел. А тот, кто владеет информацией, как известно, владеет миром. Мария Аронова, актриса театра и кино, появилась на свет в 1972 году. Народная артистка России. Актриса, сомневающаяся и неуверенная в себе. Вплоть до 40 лет она сильно зависела от мнений окружающих. Звезда умеет садиться на шпагат. Мария очень дисциплинированная актриса. Слово режиссера для нее – закон, поэтому они любят работать с Ароновой. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. И начнем с трагедии. 1669 год. Извержение вулкана Этна в Италии. Погибает 20 тысяч человек, по другим данным, от 60 до 100 тысяч. Реки расплавленной лавы похоронили 50 городов. 1764 год. Императрица Екатерина II издает манифест об изъятии в казну церковных земель в России. 1801 год. Ночь с 11 на 12 марта. Дворцовый переворот. Убийство императора Павла I в его замке святого архангела Михаила в Петербурге. Перед тем, как двинуться в замок, заговорщики говорят, пили шампанское. И самое главное, сын Павла Александр, будущий император Александр I, знал о том, что готовится. 1917 год. Соглашение рабочих с работодателями, которое предусматривало введение на промышленных предприятиях Петрограда 8-часового рабочего дня. 1931 год. По инициативе в ЛКСМ введен всесоюзный физкультурный комплекс готов к труду и обороне СССР или, проще говоря, ГТО. Сегодня он переформатирован и запущен вновь. 1935 год. В нарушении Универсальского договора Германия официально объявлена о восстановлении военно-воздушных сил, которые получили название Люфтваффе, продемонстрировав за три дня до этого свои бомбардировщики военным атташе Англии и Франции. Ну и тем самым показав, что решение это было принято давно. 16 марта Германия объявит о введении в стране всеобщей воинской повинности. Дело шло к войне. 1990 год. Верховный Совет Литовской Республики принимает акт о восстановлении литовского государства. Еще один серьезный шаг к распаду СССР. 1985 год. Внеочередной пленум ЦК КПСС. По предложению Андрея Громыка, генеральным секретарем ЦК избирает 54-летнего Михаила Горбачева. Страна и мир ничего особенного не почувствовали. Разве что отметили на фоне кремлевских старцев. Пышущий здоровьем новый генсек смотрится куда приятнее. За три предшествующих года в СССР один за одним ушли из жизни три генеральных секретаря. Брежнев, Андропов и Черненко. А бодрый Горбачев, по крайней мере, вселял надежду, что пришел надолго. Через месяц на историческом апрельском пленуме ЦК КПСС дается старт перестройки. Она должна была завершиться через 2-3 года, но закончилась развалом огромной страны. Роль личности в истории или миллионы личностей привели к этому финалу? Вопрос по-прежнему открыт. Это был проект «Дата» с Николаем Пивненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова